Всем привет! Спасибо, что вы заглянули к нам в гости, и я желаю вам приятного просмотра. Картошечка запечённая, тут свекла, свёкла, не знаю как правильно, свёкла, наверное, свёкла отварная, просто натертая на тёрочке, и это рыбка палтус запечённый. После от ужина даю ей вот такой, как он называется, батончик. Не покупала, так что первый раз она его пробует, а я присела, она присела. Вкусно? Ням-ням? Ой, ты моя радость, тебе всё ням-ням, да? Всё головушкой покачивает, что вкусненько. Пойдём к папе? Пойдём посмотрим телевизор, пойдём? Пойдём с нами? Пошли. Здесь у нас стоял шкаф-пенал, там лежали кириные вещи, но он оказался нам неудобным, и мы решили его продать. Так, ну что, мы доросли до ногтей, да? Вот такие купили в магнит-косметике. Сейчас этот приклеим. У нас сегодня понедельник, и у нас сегодня кто дома сидит? Кируля, потому что мы благополучно проскали. Да. Алинка завтракает? Да, да. Сейчас всё. Ну что за красота? Мама, мам, ты так всегда делаешь, да? Угу. Когда у тебя ногтей наклажет. Ой, вообще, какая красотища. Да? Мама. Ты отваливается? Чё там? Косо. Ещё вина ногти. Ну, ничего страшного. И сегодня в фикс-прайсе были, купила ломтишки, вот такие опять конфеты. Взяли влажные салфетки. Сейчас, подожди. Купила девочкам альбома, это Кири, это Арини. Мама, это Миша. На, выбирай. И вот купили Чуку Пае. Так, в другом магазине были, в чёрном коте я взяла девочкам по новой щётке. Это, получается, вот Аринки поменьше. А вот Кири, тут чуть-чуть побольше она. Так, взяла ещё Кири тёплые носочки, потому что она из всех выросла. И этот, они все маленькие стали. Все маленькие пришли Арине и это купили на выкид. Вот эту вот игрушку взяли красно-белую. Она как-то по 120 рублей была для воды купаться. Так, а ещё в фикс-прайсе. Ещё в фикс-прайсе взяла вот такие наклейки на окна. Не знаю, либо сегодня наклеим, либо завтра. Посмотрю вообще вот такую. И вот такую. Такие прикольные тут Дедушка Мороз. И Снегурочка. Классная такая. Так, и ещё купила себе обычную вот такую швабру. Тоже брали в чёрном коте. Как-то 320 рублей вроде бы. А думаю так, хотя бы, что когда обтереть, там что-то какую-то грязь затереть, либо что-то быстро обтереть полы, так что пускай она будет. У нас Аринка стала проявлять интерес к рисованию. Даже вот вчера вот мы были в магазине. Я купила отдельный альбом Кири, отдельный альбом Арине, потому что вот она ложится вот так вот. Вот. И рисует. Только, конечно, фломастеру нежелательно ей давать. Но ей больше нравится фломастерами. Рисуй. Так, Арина, рисует. Ну-ка покажи скорее. Вот так она рисует. Руки-то все размалёванные, размалёванные. Ка-ка-ка. Ка-ка-ка? Кто Ка-ка-ка? Да. Так волосики стали отрастать такие. В общем, у нас ещё Арина, походу, заболела. Оторвала? Походу, заболела, потому что вчера ночью мы спали уже, и она так часто просыпалась и плакала. Я потом поняла, что у неё сильно заложен нос. Пока я промыла ей носик, почистила его соплиотсосником, потом закапала, и только после этого она уснула и спала. Вот. И она, получается, сегодня... Она обычно просыпается где-то около восьми, да, как бы в восемь край. Вот. А сегодня она у нас проснулась в десять. И то я её будила, будила столько времени. Ну, видимо, она ночью спала плохо. Это я просто разговаривала по телефону ровно тридцать секунд. Я отвернулась, поворачиваюсь, а здесь уже вот такая красота. Вот такая. Ариночка, так вкуснее, солнышко? Так вкусней? Я тебе открою страшную тайну. Ты всё размазывала. Ты полбанки размазывала на себя. Ты не съешь ведь её. Да. И сейчас хотим повесить наклеечки на окошко, да? А то Кирюша не спится даже, да? Сейчас я обтеру подыконик быстренько. Я уже хотела всё закрыть. Сейчас, подожди. Не отрывай, не отрывай. Сейчас этот подыконик обтеру быстренько и будем клеить. Первый будешь вклеить. Снегурочку? Отрывай. Ариночка. Ой, сейчас мы оторвём карниз. Так, давай, помогу тебе. Подожди. Ничего страшного. Давай вот тут снизу глядь. Титкир аккуратно. Вот сюда вот её клей. Да, видишь, она приклеится. Вот так вот, давай. Ой, вот так. Сюда. Ой, подожди. На, всё, клей. Куда тебе-то? Ёлки-палки. Сейчас кувырнется носом. Да. О, клей. Субтитры сделал DimaTorzok Наклеили мы наклеечку, у нас осталось картон от них. Теперь на девочке вот рисую, да? Да, девчонки? А, там еще есть? Ага, там у нас просто мало же альбомов, тетрадок всяких разных рисуют здесь. Ну ладно, сейчас порисую, да. Сразу выкинем, да? Да, посмотри. Давай закроем. А, надо другой стороной. Вот так вот. Давай, а где у тебя? Можно я буду одна рисовать? Смотри, какая звездочка. Звездочки, звездочки, звездочки. У нас у Кирки раскрасок целая куча. Есть вот такие большие. О, да, большие. Я такую хочу раскушивать. А, вот уже хочет, на. Вот такая раскраска. У нас столько всяких раскрасок, всякие вот есть книжки, такие там, где головоломки, всякие, найди отличия. И просто какие-то тетрадки с заданиями. Кира, конечно, она любит делать задания, но это ненадолго. И так же с раскрасками. Вот только стоит где-то сказать, что у нас Кира не любит раскрашивать и не раскрашивает. У Киры тут же просыпается любовь к рисованию, к раскраскам, да? Вот, лишь бы вот, ну, никому ничего не отдавали, чтобы это вот было только у нее. А тут-то малышка. Она так классно ложится, мне так нравится. Она вроде бы так ходит, ходит, так вот, ну, резко ложится прямо вот. Бывает, она идет так с альбомом, швыряет его и ложится резко-резко. Давай, прям сопляться. И еще, что мне нравится, вот в Арине, она вот порисует фломастера и всегда его закрывает. Ну, это, конечно, не получается, да? Где-то там колпачок там переворачивается у нее, но она старается. Давай, закрой. Ой, там вот уже на комоде стоят коробочки, которые надо перебрать как-то. Посмотреть, какие там есть игрушки новогодние, елочные. Ты что? Кирка, ну не кричи, не кричи. Кира. Кира, ты зачем бьешь ее? Во-первых, ты старше, во-вторых, она тебе ничего не сделала. А, она мне что-то мастера, а сестер полно оставала. Ну, ничего, она там тебе капельку. На, Арина, раскрашивай тебе тоже мимимишки. Вот, она так классно ложится. Так, хоп, все, легла. В общем, у нас вот такая вот дружба у сестер. У них разница всего 4 года. 4, ровно. Прям 4 года или неделя. На ужин хочу сделать котлеты из куриной грудки, рубленые котлеты. То есть я куриную грудку порезала на такие маленькие кусочки. Добавила тут буквально 2 столовые ложки муки, 1 яичко. Сейчас добавлю соль, перец, чеснок. Все это смешаю и обжарю. Ну, девочек точно такой же, как и у нас. Только у меня, получается, я ела помидорчик, а девочкам порезала огурчик. Потому что они не очень их... Ну, Кира вообще помидоры не ест. Аринка еще может их пооблизывать. Ну, я дала и от себя пару долек. Положила тебе добавку до риса. Очень ей уж нравится. Так, и девчушка, после ужина сок. Да, вкусный сок? Да. Арина, вкусненько? Прям уж не отрывается. И после ужина я начинаю прибираться на кухне. Здесь Кира достала палочки, вот эти вот трубочки такие сладкие. И Аринка потащила, уронила их, они все рассыпали. Здесь тоже какая-то мелочь была, все везде разбираю. Здесь немного покажу продуктов, которые купили. Здесь были овощи и мандарины. И все так же разбираю, разгребаю. Также еще купили пюрешечки-орешки. И взяла цикорий себе, потому что я его, ну, люблю, пью. И я не вижу разницы между кофем и цикорием. Так что мне все равно. Всю посуду убрала и начинаю мыть. И я тут приступаю уже к мойке посуды. Такое ощущение, что мы не мыли ее неделю, а может и больше. Но хотя нет, это я всего лишь приготовила ужин, и мы поужинали. Тут уже пришла Арина, попросилась ко мне. Я отдала ей два стаканчика, и в один стаканчик насыпала сухой завтрак такие шарики. И чтобы она перекладывала из одного стаканчика в другой. Я ее показала, конечно, она немножечко позанималась этим, потом начала их грызть. И после, когда ей надоела вот эта игра, я даю ей два стаканчика, и чтобы она переливала туда воду. Прям совсем немножечко, и то есть ее это занимает. Так, ну и по мелочи я тут на кухню прибралась. Осталось потом будет котлеты сложить на работу. Еду будет мужу. Тут у меня остался рис. Его я сложу, сковороду я замочила. По-моему, я покажу, когда буду сковородками. Так, здесь посуда намыта. Это мой бокал, я из него пью воду всегда. Так, это еда кота, потому что она стоит здесь, так как Арина из него ест всегда за этой тарелки. Ну, либо кормит его постоянно. И потом, когда уже Арина спотляст, я уже залью раковину. Так, вон Арина, она все ходит, ноет, стонет. Все, пирожки достала. Вот Кира. Кира, которая не хочет помогать. А, нет, собрала раскраски. Ну, не все, конечно, вот. Так, теперь мне осталось прибираться здесь. И можно идти укладывать. А где твоя открытая? Хитрая тоже, этот, просит открыть одну пюрешку. Она вот так держит. Тут, видимо, остается половиночка. Больше не вытекает, она уже просит вторую. Вкусно? Ты будешь мне помогать прибираться? Нет. Вот так всегда. Все на мой вопрос, будешь ли мне помогать, мне все говорят нет. И после того, как я прибралась на кухню, время было, наверное, начало десятого, Ринка начала стонать, и я пошла ее на мыло и уложила спать. Дальше я приступаю к приборке в зале. Моя задача просто все поднять, более-менее разложить все по местам и поднести. Двое детей дома весь вечер, как бы, это все равно много мусора, много грязи, в плане того, что они таскают какие-то печенюшки после ужина, где-то тут накрошили, тут уронили. И так что я все это убираю, убираю с вечера, чтобы утром встать и было, ну, где пройти. Раньше все это делала утром, но сейчас пересмотрела свои взгляды, и мне так комфортнее. После я развешиваю белье, которое постиралось, и до этого я еще намыла Киру и помылась сама. Мы ложимся поздно, как бы, да, за исключением Арины. Кирка также ложится вместе с нами, это где-то в начале 12-го. Сейчас мы помылись после душа, и я на волосы наношу себе вот такое средство. Умываемый крем-спрей. Я наношу его на влажные волосы. Я вот просто впрыску на кончики. И он получается, и тут получается прям все-все-все, и термозащита, и защита цвета. Тут, то есть, как бы, он такой, типа, универсальный. И я не знаю, это... Это от него? Волосы вкусно пахнут, потому что я, допустим, мою обычным шампунем и бальзамом. Шампунем, допустим, и бальзамом мою обычным. Принесешь? И такое ощущение, что волосы, ну, ничем не пахнут. А здесь, то есть, я замечаю, что этот, помоешь волосы, я также мою шампунь, бальзам. И после наношу вот это вот несмывающее средство, несмывающий крем-спрей. И волосы, ну, действительно, от него, то есть, я просто сушу и даже не выпрямляю их. Раньше, хотя, выпрямляла постоянно. По-моему, я не пахну. Хотя пахну каким-то Роллтоном. Вот, и этот. Ой, вкусно, пахну. Вот, и они пахнут даже вот... Вот, получается, мою голову раз в два дня. То есть, все два дня они пахнут вкусно волосы. Так, что вот так вот в два стиху? Давай. Сначала я тебе читаю, потом повторяешь ты его, хорошо? Как прекрасен этот дивный лес, дивный лес, полный чудес. Птички песенки поют, и цветы вокруг растут. Ах, скажите, что мне делать, и куда же мне идти? Где приют найти укромный, новый дом не обрести? Как прекрасен этот дивный лес, полный чудес. Птички песенки поют, и цветы вокруг растут. Ах, скажите, что мне делать, и куда же мне идти? И где найти... Где приют найти? Укромный. Укромный. Новый дом не обрести. Ты умыться. Мы с тобой всего лишь один вечерок учили его. Один. А ты уже его выучил. Представляешь? Давай пять. Молодец. Теперь спать можно? Нет. А еще? Все, ладненько, побежали мы спать. У нас времени уже много. У нас время одиннадцать десять. Тринадцать тринадцать. Двенадцать тринадцать. Нет, одиннадцать десять, мы побежали спать. Да? Будем прощаться. Пока-пока. Все, пока-пока. Так вот. Вот так-то сделай. Два. Вот так.